Водоканал Экоэнерго в матче с Лукасом и сегодня это, как говорят в одном известном южном городе, две большие разницы. То ли футболисты подустали, то ли соперник был сильнее. Но сегодня Водоканал аж никак не наиграл на победу. Да и на ничью тоже. А вот Горняк заслужил большего, чем одно очко. Подопечные Александра Назаренко и в обороне играли строже, и в атаке смотрелись поострее. Особенно сильно Горняк сыграл во втором тайме, но воплотить свое преимущество в голы Горнякам не удалось. А счет в этом матче открыл Сергей Завьялов. С угловой отметки, как и в матче с Лукасом, мячик нашел Сергея на дальней штанге. Случилось это на шестой минуте встречи. А еще через 10 Горняк восстановил равновесие. Отличился в ВГ Саркисян. Далее была игра без голов, но с высоким накалом. А в итоге 1-1. Итоговый же результат тройного противостояния в пользу Горняка. Две ничьи и одна победа команды Александра Назаренко. Ему, кстати, и слово. Саша, в личных встречах с Водоканалом Горняк имеет преимущество. Образно говоря, в личных встречах Горняк победил, а в чемпионате проиграл. Как думаешь, почему? Ну, это же и есть чемпионат. Надо пройти всю дистанцию ровно. То, что мы не проиграли в Водоканалу, это все хорошо. Мы где-то в играх потеряли очки, а в Водоканалу нет, прошел дистанцию. Поэтому они стали чемпионатами. По сегодняшней игре Горняк смотрелся посильнее, но все-таки не дожил соперника. Как думаешь? Ну, не используя свои моменты. Второй тайм полностью переиграли. Создали моменты, не забили. Удачно в прихожей в Водоканалу. Хорошо. Игру я доволен. Немножко результат хотелось бы, конечно, выиграть. Это были принципиальные соперники наши. Ничего. Это футбол.